Сегодня по всей стране с утра прозвучала тревожная сирена. Во всех регионах страны прошли сейсмоучения. Спасатели проверили готовность школ, больниц, акиматов к ЧС. А на улицах они рассказывали людям, как действуют случаи сигнала тревоги. Если начало трясти, а человек не успел выбежать, нужно прислониться в угол вот так. Или по стол залезть. Это важно. Пятиминутная готовность к учениям. Техника на старте. Как только зазвучит тревожная сирена, службы экстренного реагирования выезжают по объектам. По сценарию подземные толчки в Шимкенте начались с утра. Ровно в 10.00 город замер. Тревога. Здание в центре Шимкента. Тут расположена кемат района. Люди, услышав звуки сирен, выбегают на улицу. Берут с собой только самое необходимое. В первую очередь нужно прикрыть голову, выбежать из здания. А если будут пострадавшие, то оказать им помощь. По сценарию травму получили молодые парни, которые в панике пытались выпрыгнуть. Итак, главное условие – это не паниковать. Но если вам все-таки удалось выйти из здания, то нужно найти место, где нет электричества и не проходят трубы над головой. Территория должна быть примерно такая, где я сейчас нахожусь. Но если вы остались в здании, пока первая волна не пройдет, и здание выходить запрещено. Если человек остался в помещении во время толчков, спасатели призывают никуда не выбегать, а найти несущую стену, либо спрятаться под стол. Но ни в коем случае не выпрыгивать из многоэтажных зданий. В углу, где будут прятаться люди, не должно быть окон, зеркал, шкафов, тумбочек навесных. Вы видите, тут несущая стена пустая. Идем к углу и вот так закрываем голову. Садимся и ждем, пока остановится волна. Либо под стол, если он крепкий. А в Восточно-Казахстанской области во время тревоги люди успешно смогли за короткий срок покинуть помещение. По словам спасателей, многие не знают простейших правил при ЧАЭС. Поэтому и необходимы такие тренировки. Запаниковав, мы забываем элементарные действия, как себя вести в различных черчащих ситуациях. Не только землетрясений, но и в любых других черчащих ситуациях. То есть виной трагической ситуации может оказаться паника. Сейсмоучения сегодня прошли по всей стране. Хорошую подготовку показали в Туркестане, Усть-Каменогорске, Таразе и других городах. При этом утром жители Алматы прямо во время тренировки ощутили реальные подземные толчки силой в 2 балла. Этот факт только подчеркнул необходимость таких мероприятий.